Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала текущего года только в столице на пожар ИЧ спасатели совершили более тысячи выездов. На пожарах погибло 4 человека, 16 пострадали. А вот 97 были спасены и эвакуированы из опасных зон. Далее о происшествиях ушедшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник в первой половине дня щенок, к слову, не самый маленький, каким-то образом пролез к двигателю автомобиля Ауди в микрорайоне Малиновка. Водитель, не заметив этого, как ни в чем не бывало, отправилась по делам. Доехав до улицы Мясниковой, почувствовав сбои в работе машины, женщина остановилась. Каково же было ее удивление, когда под капотом она обнаружила пса. Он был зажат ремнем генератора, и чтобы освободить его, нужно было применить спецоборудование. На помощь пришли спасатели. На удивление, отважный путешественник оказался в полном порядке, если не учитывать небольших ссадин и ран, и того, что он был измазан в машинном масле. Мужчина, ставший случайным свидетелем чудесного спасения, забрал собаку себе. Во вторник утром на 101 поступило сообщение о необходимости помощи котенку. Животное убежало из дома по улице Парниковая и, видимо, спасаясь от собак, забралось на дерево, где на уровне пятого этажа просидело почти сутки. Оперативно прибывшие спасатели при помощи лестницы сняли усатого и передали в руки хозяйке. В очередной раз напомню, что подобные случаи не входят в компетенцию работников МЧС. Каждая конкретная ситуация рассматривается индивидуально, и иногда спасатели откликаются на подобные просьбы о помощи. В пятницу около полудня на проспекте независимости столкнулись три легковых автомобиля – ВАЗ-21070 и два «Опеля Корса». В результате произошедшего пострадали три человека. На место ДТП прибыли спасатели, которые с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали из салона «Лады» 66-летнюю женщину. Она и еще двое мужчин, получивших травму, были доставлены в больницу. Минск чрезвычайно. Еще в одном пятничном происшествии. Вечером в квартире по улице Козлова помощь потребовалась двухлетнему ребенку, палец которого застрял в отверстии пластиковой ложки. С помощью кусачков спасатели извлекли палец мальчишке. В результате ЧП он не пострадал. Звуки пожарных сирен разбудили субботним утром жителей столицы. В микрорайоне «Зеленый лук» горел склад. Пожар вспыхнул на улице Лукиновича, на территории опытно-механического завода, где хранились строительные отходы. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. Столб черного дыма был виден за несколько кварталов от места происшествия. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и обошлось без пострадавших. Причиной ЧП стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ электрогазосварщикам предприятия. Непогода, которая царила в республике в субботу, отметилась рядом ЧП и в Минске. В этот день в столице было зафиксировано 6 случаев падения деревьев. Причем одно из них упало рядом с припаркованными автомобилями на внутридворовой территории по улице Сурганово. В результате две машины получили незначительные повреждения. Спасатели провели работы по распиловке упавших деревьев. Минск чрезвычайный. Несмотря на непогоду, в эти дни спасатели продолжают сталкиваться с так называемыми сезонными пожарами. Владельцы частных подворий наводят порядки на своих участках, в том числе сжигая сухую траву. Давно известно, что палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. С начала первых теплых дней в стране произошло более 300 пожаров сухой растительности. Выжигание травы на приусадебном участке или просто вблизи строений может запросто уничтожить постройки или припаркованный недалеко транспорт. Уже в этом сезоне уничтожено 14 строений, в том числе два жилых дома. Разбушевавшееся пламя трудно остановить и пострадать может не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара люди. Так в конце марта сжигать траву в Гродненской области погиб пенсионер, а две недели назад еще один в Брестской. Для того, чтобы избежать беды, ни в коем случае не жгите траву. А вот сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать правила безопасности. Делать это только в безветренную погоду вдалеке от зданий, имея при себе воду в достаточном количестве. И никогда не оставлять горящий огонь без присмотра. На этом сегодня все. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий вторник. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.